Так, ну вот мы немножко погрелись и опять выходим по пути с озера. Едем домой и будем останавливаться и ещё снимать. Вот я хочу ещё выйти, снять ещё. Это немножко-немножко мы отъехали от того места, где только что были. Вот. Информацию немножко мне рассказали, что озеро Амут образовалось в связи с тем, что обвал земли произошёл, но я уже это говорила, в самых глубоких местах это озеро достигает 20 метров. Глубина. Глубина такая, да. Вокруг вот такие сопки. В 60 километрах от Комсомольска на Амуре находится. Вот мы приехали 60 километров. Оно в июне ещё замёрзшее. Да, в июне оно ещё замёрзшее. Покрыто льдом. Потому что оно же глубоко очень. Его, конечно, не покажешь, потому что там каньон такой, что... Вот такие сопки, вот такие сопки. А вот за этим всём, там... За этим всём. Вот за этим вот всё. Там ужас, там пропасть. Вот эта вот сопка и вот что, где мы стоим, а между этими... Ужас, какая глубина. Я боюсь туда подходить и не буду. Вот это вот всё я опять показываю. Вокруг очень красиво. Вот пройду ещё. Тут солнышко хорошо так. Ну, очень-очень-очень красиво. Вот такие сопки. Солнце в глаза сейчас. Вот эта дорога, по которой мы едем. Тут советуют цепи одевать. На колёса. Ну, у нас хорошо, что четыре колеса работают. Как они говорят, четыре ДВ или каковы, не знаю. Не важно. Вот снег вот этот, как почистили. И вот сбоку вот эти лежатые барханы вот эти. И так красиво. Такая красота. Я не могу налюбоваться. Вообще, я даже фотографировалась мало. Мне интересно, вот это всё. Ой, это такая тайга непроходимая. Вот мы ещё проехали немножко и опять остановились. Ещё дальше, ещё тоже красиво едешь. Плохо, что с переднего сиденья очень плохо снять. Низковато. Ну, ехали хорошо, были деревья, все в Винни. Очень красиво было. Вот. Вот я на этом фоне. Ой, красиво. Даже не знаю, что сказать так жутко. Вот и красиво, и страшно. Понимаете? Вот и красиво, и страшно. Такая вот природа нетронутая. И она такая, ну вот с этими вот... Ой, там глубоко такое ощущение, не знаю. Страшно. И страх берёт. Ой, вот сколько ели у нас. Сколько у нас ресурсов. И всё это Китай вырезает, всё вывозят. А нам ничего не надо. Ну, ладно, это другой вопрос. А пока вот такая природа. Ой, 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 ой. Такие вот барханы. Я на этой природе хоть маленечко тоже посмотрюсь. Как я на природе на этой. Ленька, закроюсь, ветер такой. Холодно, прохладно. Ой, не спускайся. Ты что, совсем, Владимир? Иди сюда. Ты что, совсем уже? Там обвалы. Там снег. Ой. Ну, я не знаю. У меня Влад вообще сегодня разошёлся. Я переживаю. Там же нас, там же нет земли. Там земли нету. Боже, вот так вот с молодёжью. Вроде послушные так-то. Да фотографируются, что тут обвалиться запросто. Дважды два. Можно. Переживаю. Вот так вот. Такая вот крутая дорога. Спуск, подъём. Я, может, потом сниму, как мы поднимаемся, как опускаемся. Такая дорога. Десять километров. Вот только вот такая вот дорога. Как просека. Вот, как просека. Ползли, 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 ползли. Километр в час. Такое было. Вот такие красоты. Я никогда такого не видела. Хотя я родилась. Там у нас тайга. Но я никогда в тайгу-то не ходила. Я в леса не ходила. И вот такое я первый раз вижу. А снег как будто бы так и выпал. Но это просто чистили дороги. И вот барханы такие. Ой, ну красиво. Красиво я не могу. Может, кому-то не нравится. А мне нравится. Такое нетронутое всё. Небо голубое еле. Остроконечное. Еле ресницы. Да. Природа это вещь. Это сильно. Сильнее природы ничего на свете нет. Вот это дорога у нас. Ещё потом сниму. Мармис. Пищи.